Наталья, добрый день! У нас случилась беда на Орловской, Орловской 6. Утром проснулись и видели, как убили животное. Она на глазах у детей умирала, билась, визжала. Дети шли в школу, и это все видели. Остались 8 щенят. Я подошла к ним, я не могу к этому отнестись равнодушно. Дождь льет, они все плавают в этой воде, плачут, матери нету. Я их подобрала, домой принесла. Наташа, я обращаюсь к тебе. Нам питомник наш государственный отказал. Сказали, что у нас нету места, у нас все забит. Наташа, я к тебе обращаюсь слезно. Пожалуйста, возьми у нас этих 8 щеняток, иначе они пропадут. Такой праздник божественный, молю тебя, не откажи нам в просьбе. Очень слезно тебя прошу. 8 щеняток осталось. Куда? Я не могу, чтобы их не закупить. Маму отравили. Приходили какие-то ребята, трое, сыпали какую-то отраву. Мы их видели. Они засмеялись и ушли. Прям при нас в наглую. Гуляла женщина с собакой, а они сыпали в наглую при людях эту отраву. И потом пришли через 2 часа, опять их люди видели, подбирать. А тетя Гали их поймала и говорит, зачем пришли собаку дохлую подбирать. Они засмеялись и ушли. Вот кто посылает людей травить, этих, травить собак, я не знаю. По всему городу, боже мой, что творится. Защита животных идет, а у нас идет не защита животных, а убийство животных по всему Ефрему. Люди, которые кормят, их слезами обливаются, таблетки пьют, скорую вызывают. Что творится? Наташа, миленькая, помоги, пожалуйста, возьми у нас щенятки, я очень слезно прошу. Добрый всем день, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют творит добро, Наталья. Сегодня у нас ролик, такой экстренный, экстренный выпуск. И, как всегда, моя просьба ко всем к вам. В нашем городе после 19-го года, после убийства сотни собак, их опять стало бездомных очень-очень много. И постоянные через день объявления подслушаны о том, что собак надо травить, убивать. Их очень много. И это все пишут не люди этого города. Я серьезно живу в этом городе и остаюсь пока здесь только, только из-за своих собак. Я честно и искренне говорю, что я не люблю этот город. Я ненавижу людей в этом городе. Простите меня, пожалуйста, все, но в этом городе, дай бог, 20 процентов нормальных людей. Остальное все зло. У нас масса ходят наркоманов малолетних. Их просто тьма. Людей с открытой формой туберкулеза. И об этом почему-то никто нигде не пишет. Всем мешает только собаке. Вот новая экстренная ситуация, где во дворе в одном из домов отравили маму, кормящую маму восьмерых детей. Да, я не понимала, куда их забирать. Я поехала в Благовещение, великий праздник. Это происходит уже не первый год. Именно в празднике, в празднике. Вот эти вот демоны, демоны, это даже не демоны. Это нанимают людей, алкашей, кого угодно за деньги, которые просто ходят по городу и раскидывают эту траву. Я понимаю, что сейчас к Пасхе, к Светлой Пасхе, к 9 мая город нас почистят очень-очень хорошо. Но есть те, кто остро нуждается в нас, в нас, в людях, кого мы еще можем спасти. Сегодня мой ролик о том, что я забрала этих восемь детей-малышей, хотя я понимала, что забирать мне их некуда. Когда я приехала седьмого числа в день Благовещения, у нас лил дождь жуткий. Малыши все были мокрые, в луже. Я попросила женщину, которая мне звонила, забрать их на ночь к себе домой, потому что ночи они могли не пережить. Без мамы, без тепла. И вчера уже я привезла детвору к себе в приют. Но детвору я поселила в будке. В будке за забором. Это все, чем я могу помочь на данный момент этим малышам. К сожалению, вы знаете, что мой приют состоит из домика, из пяти комнат и двух пристроек. Но нас очень много. Нас много, и я не могу малышей без мамки посадить в дом. Я просто не имею на это права. Потому что случится может все. Хоть у меня добрые, очень адекватные собаки, но это малыши, которые без мамы. И поэтому пока я привезла их только в будку, так как в доме места нет совсем. В этом ролике, в данном ролике я хочу обратиться к вам ко всем. Моя такая большая дружная семья. У нас есть шанс. Шанс на постройку вольеров по периметру забора. То есть по периметру своего забора мы можем построить 10 вольеров, куда я могу переселить всех своих уже таких взрослых собак, которые со мной по 6-7 лет. И у нас есть время, чтобы до мая спасти хотя бы еще чьи-то лохматые, пушистые жизни. У нас 4 тысячи человек. И если каждый из вас, посмотрев этот ролик, проникнется тем, что мы можем, мы можем помочь, мы можем спасти. И если каждый из вас, посмотрев этот ролик, переведет нам 50-100-200 рублей, мы сможем спасти еще несколько лохматых жизней с улиц этого ненавистного города. Я обращаюсь к каждому из вас. Моя такая большая дружная семья. Слез уже нету. Нету приличных слов, нету слез. С этим мы живем уже 9 лет. И все то, что сейчас происходит в России в целом, программу отлов, стерилизация, выпуск. Но, к сожалению, к сожалению, это не работает в России. Поэтому только мы с вами все вместе, объединившись, сплочившись, сможем спасти еще не одну пушистую жизнь. Вы видите мой забор, он большой по периметру. Мы уже посчитали, я приглашал человека, который посмотрел нам вольеры, стройку. Вот. То есть забор у нас уже есть как бы. Цена одного вольера выйдет где-то в районе 15 тысяч. Мы сможем их поставить 10. То есть в каждый вольер я смогу поселить по 2-3 собаки. То есть разгрузить образно 30 собак я смогу поселить на улицу вольеры и также 30-35 принять еще с улицы. Да, вы знаете, у меня есть много бездомышей. Там есть щенки, которым я прикипела, которых можно реально привезти в приют и устраивать в семье. Поэтому моя такая большая дружная семья. Обращаюсь к каждому из вас. Давайте поможем спасти пушистиков. Давайте вы поможете нам построить вольеры. Объединившись всем миром, каждые ваши 100-200 рублей будут потрачены именно на стройку вольеров. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта Твори Добро, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok